Мои коллеги Антон Шестяков и Ирина Щекотурова продолжают искать самые интересные экспонаты на выставке инноваций. На этот раз их заинтересовала новинка, которая может облегчить жизнь свертловским промышленникам. Портативный 3D-сканер может всего за несколько минут перенести деталь из реального в виртуальное пространство. Подробности расскажут сами авторы проекта. Здравствуйте! Мы с вами находимся во втором павильоне Международного выставочного центра Екатеринбургэкспа. Мы стоим рядом со стендом регионального инжинирингового центра Уральского федерального университета. Ну а рядом с нами, за этим стендом, стоит Дмитрий Яковлев, специалист по 3D-сканированию. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, Дмитрий, что у вас здесь представлено? Насколько я помню, вы уже второй раз на инопроме, но вот эту новинку вы представляете впервые. В этом году мы привезли на инопром технологии 3D-сканирования, которые решили представить для нашей отечественной промышленности. Можете показать, как это происходит, чтобы нашим телезрителям было понятно, как это работает? В данный момент наш инженер направил сканер на деталь, и, собственно говоря, мы получаем трехмерное изображение реального объекта в нашем виртуальном пространстве, в компьютере. После этого мы можем его доработать, воспроизвести в любых других вариациях. Применение очень широкое, то есть практически во всех сферах народного хозяйства. В машиностроении, в приборостроении, в медицине, в ювелирной промышленности, ну и так далее. Насколько я знаю, вы позиционируете эту технологию как технологию импортозамещения. То есть это все делается по заказу наших отечественных предприятий? Да, безусловно, наши отечественные предприятия сейчас, может быть, испытывают нехватку каких-то комплектующих из-за рубежа. Соответственно, мы можем им воспроизвести эти комплектующие уже здесь, на нашей производственной базе, и не ввозить их. Ну, может быть, прямо по технологии, да, то есть что-то покажите здесь пристально. Вот я точечки какие-то вижу. Что это? Точечки – это маркеры для сканера, чтобы он быстрее сканировал и точнее это делал. Какого размера деталей вы можете сканировать? Да, детали могут быть большие. То есть можно вообще сканировать помещение. Тут такого сканера сейчас нет, но это помещение тоже можно сканировать определенным видом сканеров. Есть сканеры вот такие ручные, достаточно точные, для машиностроения. Есть сканеры ювелирные, которые колечки сканируют. Есть сканеры для сканирования протезов, зубов, для сканирования людей. Что происходит у вас сейчас на экране? Вы уже закончили сканировать модель? Да, модель уже отсканировали. Сейчас программа обсчитает полученный результат и у нас будет модель для дальнейшего ее использования. Желаем вам большого количества партнеров. Надеемся, что этот Иннопром обязательно вам поможет найти новых бизнес-партнеров. Ну а я напоминаю, что мы продолжаем прямые репортажи с выставочных павильонов Викторинбург-экспо. Мы рассказываем о самых интересных и инновационных стендах, которые будут здесь представлены на Иннопроме.